Спасибо большое. И я думаю, если со связью у нас все в порядке, то можно приступить к нашему сегодняшнему вебинару. А говорить мы сегодня будем об одном интересном сервисе для создания разнообразного интерактивного контента. Называется сервис Online Test Pad. Это многофункциональный инструмент. Он позволяет проводить тестирование и обучение с использованием опросов, тестов, викторин, кроссвордов и диалоговых тренажеров. В том числе позволяет создавать интересные электронные уроки. Вот сегодня подробно, постараюсь максимально подробно рассказать об этом инструменте, об основных его возможностях. Посмотрим плюсы-минусы. Как всегда в чате буду ссылки публиковать, чтобы вам было интереснее. Можно по ним пройти и посмотреть, как все работает внутри этого сервиса. Ну и давайте приступать. Итак, ну этот сервис сразу можно поставить в ряд уже с такими известными, надеюсь, нам инструментами, как Learning Apps, Udoba, Interactive, может быть, какие-то другие, вы знаете, такие сервисы, которые позволяют под одной крышей, что называется, создавать разный вид контента. Онлайн-тестпэд – это вообще платформа, которая прежде всего создавалась как раз для создания тестов и викторин. Поэтому она, собственно, так и называется. Здесь очень гибкая настройка тестов. То есть вы можете настроить здесь практически каждый шаг. Я вам, по ходу, покажу, как это делается. Действительно, это один из тех сервисов, которые позволяют максимально настроить под любые запросы свою викторину или тест. Дальше. Внутри теста можно вставить до 17 разных типов вопросов. Предлагаются три типа теста. Кроме обычного образовательного, можно создавать психологические тесты и личностные тесты. Дальше. Здесь и неплохая, и достаточно удобная статистика по прохождению тестов. Вы можете контролировать, сколько участников ответила на вопросы, смотреть статистику по каждому вопросу, по каждому участнику. Есть возможность прикреплять обратную связь и форму обратной связи, чтобы участники регистрировались и представлялись. Тогда вы можете уже выставлять оценки каждому участнику. Ну, и, в общем, это все очень неплохо устроено здесь. Кроме того, сервис предоставляет возможности стилизации. Может быть, не очень большие, но тем не менее. Вы можете выбрать шрифт, цвет, размер, рамки и так далее. Ну, и онлайн-тестпэд говорит о том, что предоставляется доступ с любого устройства, и с мобильного, и с компьютера. И так, и так можно удобно и комфортно с ними работать. Ну, сразу поговорим про минусы. Сейчас я вам ссылку на сам сервис отправлю в чат. Вы можете совершенно спокойно по нему походить. Вверху вы увидите вкладочки «Тесты», «Опросы», «Кроссворды». Вы можете их открыть и в каждой вкладочке посмотреть. Откроется сразу список всех ранее созданных здесь работ. Ну, вот они вверху у меня. Тут сейчас указку подключим. Ну, вот «Тесты», «Опросы», «Кроссворды» и так далее. Вы можете открывать каждую вкладку и знакомиться с работами. Ну, плюс я еще в чат вам несколько ссылок подкину. Если вы откроете сразу любую работу, вы сразу заметите главный минус этого сервиса. Сервис, конечно, бесплатный. Он никаких ограничений не дает на создание контента. То есть вы можете в любом количестве создавать контент, в любое количество вопросов туда вставлять, в любое количество картинок использовать. Но при всем при этом сервис, который напичкан рекламой. Да, это основная проблема очень многих бесплатных сервисов. Реклама, которая будет появляться и сбоку, и справа, и слева, и снизу, и где только возможно это. Какой здесь может быть выход? Как это лечится? Ну, я так предлагаю использовать блокировщик рекламы. Самое, что первое приходит на ум, и он действительно достаточно неплохо справляется с этим. Я использую сервис AdBlock. Могу даже ссылку на него вам дать в чат, если кто-то не знает. Это расширение, которое устанавливается в браузер, и которое помогает блокировать рекламу. Она скроет рекламу по максимуму. Вместо нее будут появляться просто белые чистые поля, и работать с сервисом станет удобнее. Это подсказка и для учителя. Если вы даете тест ученикам, то тоже можно им подсказать, чтобы они воспользовались этим расширением для его использования. Про авторство контента. Может ли сервис присвоить контент? Кто является разработчиком сервиса? Про команду разработчиков. Про команду разработчиков действительно информации на самом сайте минимальное количество. Часть серверов, я знаю, находится на территории России. То есть здесь есть и русскоязычные разработчики. Скорее всего, это какая-то интернациональная команда. Но что значит присвоить контент? Я не совсем понимаю этот комментарий, потому что когда мы регистрируемся на сервисе, мы подписываем определенное лицензионное соглашение, там все прописано по поводу того, какие права и обязанности есть у каждой из сторон. Можно поподробнее там посмотреть. Но в любом случае вы можете в самом сервисе, там есть возможность подписать свою работу. Есть специальное поле для указания авторства, чтобы никто ее не присвоил себе. Ну, так могу на это ответить. Итак, мы начнем с регистрации. Вверху вы увидели, я в красную рамочку вывела кнопочку вход. Вот. Сервис на русском языке, он русифицирован и работает в нем достаточно просто. Поэтому. Итак, регистрация здесь предельно простая. От нас требуется указать адрес электронной почты, пароль и его подтвердить. Вот эту галочку про новости и рассылки мы можем убрать, если мы не хотим лишнего спама в почтовом ящике. Обязательно выставляем галочку про условия пользовательского соглашения. Их можно почитать, перейдя по ссылке. Ну, и затем эта кнопка станет активной, и мы сможем зарегистрироваться. После этого на почту придет письмо с подтверждением регистрации. Нам просто нужно перейти по ссылке, которую нам пришлют, чтобы завершить регистрацию. И после этого мы оказываемся в личном кабинете. Все это буквально 5 минут от нас займет. И после этого мы уже можем не только просматривать тесты, которые здесь созданы, но и сами что-нибудь создавать. Открываем вот эту вот вкладку. Это наш логотипчик, наш личный кабинет. Нажимаем на стрелочку, открываем весь список того, что можно создать внутри этого сервиса. Опросы, тесты, кроссворды, диалоговые тренажеры, комплексные задания и уроки. Здесь даже появилась функция создания дистанционного обучения, системы дистанционного обучения для школы, например, для учителя. Про СТО я рассказывать не буду, это довольно специфическая конструкция. А вот про все основные виды контента я, конечно же, расскажу и покажу, как они работают. Ну, начнем мы с тестов. Для создания тестов предлагается сразу определиться, какой тест нам нужен – психологический, личностный или образовательный. Образовательный – это стандартная викторина, стандартный тест, который проверяет знания по той или иной тематике. Дальше. Личностный тест – это установление типа личности. Например, каждый из вариантов ответа соотносится с определенным типом личности. И какие варианты мы выбираем чаще, такой тип личности у нас и в итоге получается. Ну и психологический тест – там просто суммируются баллы за ответы, а затем по количеству баллов, которые мы набрали, выводится информация, расшифровка. Какие у нас черты характера, поведение и тому подобные вещи. Нам, конечно, прежде всего интересен образовательный тест, поэтому, если позволите, я на его основе и расскажу вам, как создаются здесь тесты. Мы посмотрим его более подробно, ну а по аналогии уже все остальные тесты, основные виды заданий можно создавать. Они все очень друг на друга похожи. Итак, ну, во-первых, открывается, выбрали мы образовательный тест, открывается первое стартовое окошечко, вот так оно выглядит. Здесь у нас сразу же мы видим, что ссылка готова. Вот, это ссылка для нашего будущего теста. Более того, здесь просто какой-то набор символов. Мы можем, нажав на три точки, выбрать свой собственный адрес, то есть прописать здесь латиницей название своего теста, например. Ну вот в этом поле это можно сделать и сохранить. Далее. Если мы хотим создать виджет, что такое виджет? Это код, чтобы встроить нашу викторину на сайт или в блог, то для этого тоже можно это сделать. Правда, я предлагаю это сделать уже на заключительном этапе, когда у нас уже все будет готово. Поэтому пока просто смотрим и запоминаем, что нам нужно будет сделать. Итак, если нужен код, создаем виджет. Если мы хотим, чтобы к этой викторине был доступ только по ссылке, то есть она не в открытом доступе, что ее каждый желающий может найти в поиске, а вот только кому мы ссылки дали, тот сможет ее найти. Для этого нам нужно нажать на кнопку «Открыть», и теперь наша викторина будет доступна по ссылке. Если мы хотим, чтобы ее нашли все желающие, то ее нужно и открыть, и еще и опубликовать. Теперь ее можно найти будет по поиску Google, внутри самого сервиса она будет в списке появляться, в общем, открываем всеобщий доступ. Что можно сделать на первом этапе? Загрузить обложку, например, любую картинку с компьютером, ну и дальше, как конструируется тест. Чуть ниже опускаемся, выбираем, какой он у нас образовательный или развлекательный. Здесь сразу же внизу мы можем видеть статистику, но пока она нулевая, пока ничего не создали. И комментарии. Если мы разрешили комментировать наш тест, то мы здесь увидим комментарии. К нему еще ниже опускаемся. Здесь хорошая вещь. Как можно сохранить наш тест? Ну, просто его опубликовать в сети, чтобы все могли его проходить. Плюс вы можете скачать его в формате PDF на свой компьютер, распечатать и давать его для прохождения в печатном виде. Такой вариант есть. И можно скачать его в формате HTML файл, который будет открываться в браузере, но без привязки к сети интернет. Это такой отдельный файл, который вы можете просто разослать. И участники могут без интернета просто на компьютере с ним поработать. Но единственное, что статистика вот по вот этим вот вариантам, когда вы этот файл рассылать будете и тест будет проходить, статистика не сохранится. То есть участники просто пройдут тест, потом могут вам рассказать, какой результат они получили на выходе. У вас нигде в личном кабинете это не отобразится, потому что нет привязки к интернету. Но вещь хорошая. Если интернет-соединение неустойчивое, то можно этим воспользоваться. Далее. Здесь еще есть возможности предоставления совместного доступа. Например, вы можете пригласить соавторов для работы по электронной почте, прислать им приглашение, и они могут к вам присоединиться, и вы совместно с ними можете создавать тест. Тоже хорошая опция. Ну вот основные опции на стартовой странице я вам рассказала. Теперь смотрим на левую панель инструментов. Чтобы создать тест, нам нужно пройти вот все эти вкладки от начала до конца. Какие-то нужно из них заполнить, какие-то просто мы пропустим как несущественные, но я прокомментирую их все, что в какой вкладке нужно делать. Мы сейчас были в вкладке Dashboard, стартовая страница. Переходим в вкладку настройки. Как видите, их тут достаточно много. Они у меня даже все на скриншот не поместились, поэтому тут немножко мелковато, конечно. Я прокомментирую самое интересное, что здесь есть из настроек, а вы уже когда будете сами конструировать тест, посмотрите все их. Что здесь из интересного есть? Ну, можно пронумеровать вопросы, показывать их номера. Можно показывать процесс прохождения теста в виде такой зеленой полосочки. Вверху экрана она будет появляться и будет подсказывать, сколько пройдено и сколько еще осталось пройти в вопросах. Можно разрешить комментарии пользователя, и тогда участники могут вам писать комментарии, высказываясь по поводу вашего теста. Можно перемешать вопросы и варианты ответов. Это хорошая штука, можно пользоваться. Вообще-то, очень такая хорошая настройка, когда у каждого пользователя будет свой порядок вопросов и порядок ответов тоже. Дальше. Вы можете сразу выставить опцию «Обязательный ответ на все вопросы». Вот эта вот опция. Это для того, чтобы участник не пропустил ничего и ответил на все вопросы. Это если вы хотите какое-нибудь обязательное тестирование провести, например. В этом случае ответы не будут отсылаться до тех пор, пока на все вопросы не будут даны ответы. Или вперед участник не сможет пройти, пока на предыдущий вопрос не ответит. Дальше. Есть еще интересная штука. Разрешите выбирать количество вопросов. Например, у вас огромный массив вопросов, ну, штук там 50, допустим. И вы можете разрешить пользователю выбрать, на сколько вопросов он из этих 50 готов ответить. Ну, вот такая вот интересная опция. Дальше. Можно здесь ограничить время прохождения теста. Вот эта кнопочка. Это если вы хотите поставить учеников в режим урока. То есть, например, они должны на все вопросы ответить, допустим, за 10 или за 15 минут. После того, как 15 минут истечет, тест просто закроется и больше не будет активен. Дальше. Здесь же можно включить опцию, чтобы сразу показывать правильные ответы и комментарии к ним. Если это не какое-то классическое тестирование, а просто обычная викторина, то можно тоже эту опцию подключить. Ну, вот это основное. Там еще есть, как вы видите, большое количество разных других хороших настройок. Это только основные настройки. Здесь есть еще настройки результатов. Ну, посмотрим на них тоже, что здесь интересного. По настройкам результатов. Ну, естественно, что показывать в конце, после того, как тест пройден. Показывать ответы, показывать, сколько было правильных и неправильных ответов. Показывать набранные баллы можно. Еще дополнительно можно показывать рейтинг. Если у вас викторина, допустим, на большое количество пользователей рассчитана, вы можете организовать рейтинг. И каждый участник увидит себя в этом рейтинге, и какое место он занял. Такой своеобразный элемент соревновательности. Ну, еще плюс к этому, вы можете отправлять результаты на e-mail. Участникам. Вдруг им захочется получить результат на e-mail, можно то же самое подключить эту возможность. Дальше. Еще одна хорошая вкладка называется «Доступ к тесту». Помните, я вам говорила про всякие разные гибкие настройки? Вот они в полной своей красоте. Что здесь интересно? Вы можете ограничить по времени доступ к этому тесту. Например, нужно, чтобы его прошли до какого-то определенного числа. По календарю вы ставите это число, и после того, как эта дата завершится, никто не сможет этот тест больше пройти. Дальше. Вы можете ограничить доступ по кодовому слову. Если у вас, допустим, какой-нибудь квест, участники должны будут найти это кодовое слово и попасть внутрь этого теста с помощью этого самого слова, например. И вы можете ограничить прохождение по IP-адресу и по куки. Это не стопроцентная защита. Даже сами создатели теста пишут, что это больше защита от дураков. Но тем не менее, с одного компьютера нельзя будет пройти больше, чем один раз. Например, по IP-адресам. Более того, здесь есть возможность даже создать черный список этих IP-адресов, то есть каких-то определенных пользователей сразу заблокировать. Так что видите, я думаю, вы убедились, что настройки здесь достаточно подробные. И это по каждому тесту, по каждой вашей работе примерно плюс-минус такие настройки будут. Идем дальше. Следующая вкладка. Начальная страница. Это обложка, которая появится после того, как тест запустится. Давайте сразу я вам дам несколько примерчиков этих тестов. И вы посмотрите, как они работают. Ну, сразу предупреждаю, если блокировщика у вас нет, не пугайтесь рекламы. Здесь у меня несколько ссылок. Я их сразу вам одним пакетом отправила. Здесь у меня тест про золотое кольцо России, про Ромео и Джульетту, про столицу Европы и про Санкт-Петербург. Убирайте на свой вкус, какая вам больше Викторина нравится. И смотрите, как она работает. А я вам расскажу пока, как создать обложку. Для обложки, ну, во-первых, здесь сразу высветится ваше название, которое мы дали сразу, когда создали тест. Его можно поменять. Карандашик нажимаем, меняем. Ну и дальше заполняем вот эти поля, которые здесь серым шрифтом, не очень заметным прописаны. Добавляем картинку для красоты. Описание даем теста. Для чего этот тест, что он проверяет и так далее. Инструкция. Здесь важно прописать, сколько вопросов в тесте, что нужно с ними сделать и так далее. Дальше. Есть опция добавить форму регистрации. Если щелкнуть здесь, то вы можете сюда дополнительное поле внести. Например, чтобы участники написали свою фамилию, имя, отчество и какие-то другие параметры. Можно вписывать пол, дату рождения, фамилию, имя, отчество, еще некоторые сведения. Класс. Например, для учеников. Это нужно для статистики. То есть вы в своем личном кабинете сможете потом посмотреть, как каждый ученик ответил на ваш вопрос. Вот. Поэтому, если вам нужна такая подробная статистика, то добавляем форму регистрации. Дальше. Здесь следующее нижнее поле добавляет разные кнопочки полезные. Кнопка «Далее» она постоянно остается и кнопка «Завершить». Дополнительно здесь можем подключить кнопку «Назад», которая позволяет вернуться к предыдущему вопросу. Если это не нужно, то просто пропускаем. Ну и вот то, о чем я говорила. Здесь в самом нижнем поле указываем автора и источник. Здесь вы можете указать свое имя. «Копирайт» поставить на себя. Ну и плюс вы, если использовали какие-то чужие материалы, использованы материалы такого-то источника. Здесь можно дать ссылку на этот источник. Либо описание книги, либо ссылку на веб-ресурс. Вот в самом нижнем поле это делается. Это у нас начальная страница. А вот теперь приступаем к самому интересному. Эта вкладка называется «Вопросы». Вот так выглядит это поле. Внизу будет синяя кнопочка, которую я сейчас нажала. И у меня открылся список всех возможных вопросов. Вот мы их в этом порядке с вами и посмотрим. Я надеюсь, что я не слишком нудна. Тут буду нудеть, про каждый вопрос рассказывать. Но они тут рассортированы, я так понимаю, от самых часто используемых к менее используемым. Как я уже говорила, их тут около 17. Но мы кратенько о каждом поговорим и посмотрим. Итак, самый распространенный тип вопросов это вопрос с одиночным выбором. Когда нужно выбрать один ответ из нескольких предложенных. Конструктор практически у всех вопросов очень похож. Вот он таким образом выглядит. Мы видим, что можно к тексту вопроса прикрепить картинку и к самим ответам тоже картинки прикрепляются. Дальше. Вот это то, что я вынесла в рамочке. Панель инструментов позволяет открыть более подробную панель редактирования. Например, с помощью этой панели можно менять шрифт, цвет, размер. И здесь же есть всякие специальные символы. Химические, математические, физические. То есть если у вас тест такой математика физический, то вот через панель инструментов вызываются все эти символы. Далее. Здесь, как вы видите, нет возможности устанавливать, какой ответ правильный, какой нет. Здесь есть баллы. Сервис считает так. Если ответ верный, то у него стоит максимальное количество баллов. То есть если у нас здесь, допустим, один балл, а здесь ноль, то автоматически первый ответ будет правильным. Вот в этом русле мы и двигаемся. То есть за правильный ответ ставим какое-то количество баллов, а за все остальные неправильные, просто по нулям. И тогда сервис автоматом все будет рассчитывать и все будет проверять. Дальше. Еще я выделила бы вот эту кнопочку добавить, которая позволяет к вопросам прикреплять дополнительный контент. Я здесь не заскриншотила, но я вам скажу устно, что через эту кнопочку добавляются ссылки на видео. Причем у этого сервиса хорошая вещь. Здесь можно не только ссылки на YouTube добавить, но и ссылку на Routube. Вот так, что этим можно пользоваться. Еще здесь можно загрузить аудиофайл, опять-таки через эту кнопочку с компьютера. Ограничение, по-моему, до 15 мегабайт аудиофайла. И вот так первый вопрос у нас уже создан. Как мы видим, здесь есть еще несколько вкладок, комментарии, параметры и макет. Ну, фрагмент кода – это, опять-таки, для программистов. Можно, если вы владеете навыками программирования, можно внутрь вопроса вставлять какой-то фрагмент кода. Но мы это пропустим, поскольку мы не все программисты, а поговорим вот о трех остальных. Ну, во-первых, в комментариях вы можете добавлять какие-то дополнительные сведения, которые помогут участникам в ответе на вопросы. Ну, в общем, любые комментарии в этой вкладочке. Пояснения и тому подобные вещи. Дальше. Во вкладке «Параметры» опять-таки очень гибкие настройки. Вот, пожалуйста, списочек. Итак, мы можем этот вопрос сделать обязательным. Мы можем перемешать варианты ответов, показывать их, выбирать их случайным образом. Это на тот случай, если у нас большое количество вариантов ответов, и каждому пользователю будет выдан какой-то определенный набор из этих вариантов. Ну, скорее всего, я так это себе представляю. Дальше. Здесь же мы можем ограничить время ответа на вопрос. Мы там ограничивали время вообще на всю викторину, а здесь можно даже на вопрос ограничить промежуток времени. Вот. Ну, что еще? Еще можно использовать аудиофайлы для вариантов ответов, например. То есть озвучивать варианты ответов с помощью микрофона, например. Вот эти последние опции я не испытывала, но, тем не менее, они здесь присутствуют, и можно с ними работать. Далее. В разделе «Макет» мы можем посмотреть, как будет выглядеть наш готовый вариант. Наш готовый вопрос. Там немножко подредактировать, но там очень простенький макет, ничего такого особенного нет. Ну, и самое главное – кнопочка «Сохранить». Обязательно сохраняем. И переходим к следующему вопросу. Вот сразу скажу, какой недостаток я здесь обнаружила, что вопросы нельзя поменять местами. Обычно в викторинах их можно там мышкой двигать, менять местами, последовательность другую выбирать. Здесь почему-то этой опции нет. Если вы знаете, где она, то напишите в чате, но я ее не нашла. Поэтому приходится действовать по порядку. Давайте дальше посмотрим. Про остальные вопросы я уже не буду так подробно рассказывать, потому что, как вы видите, вкладки везде одинаковые. Различаются только немножко сами редакторы. Но ответ – вопрос множественный выбор. Это то же самое, только теперь правильных ответов будет несколько. Все то же самое. Вписываем вопрос, картинки добавляем, варианты ответов, ставим баллы напротив правильных вариантов. Здесь очень интересно идет подсчет баллов. Можно просто вообще подсчитать по ответам, то есть сколько баллов набрал в сумме. А можно более дробно подсчитать, например, за каждый правильный ответ давать балл, а за неправильный ответ вычитать какое-то количество баллов. Или за каждую ошибку понижать количество баллов. Здесь такая тоже очень интересная система оценивания. Так что можно ее использовать. Ну, а все остальное осталось то же самое. Тоже можно добавлять видео, аудио и картинки тоже. Вот числа. Это вопрос открытый, когда в качестве правильного ответа вставляется число, вписывается число. Можем писать вопрос. Опять-таки тут разная система подсчета баллов. Вписываем обязательно, какой ответ будет верный, чего мы ждем от пользователя. Плюс тут есть еще допустимая погрешность. Это на тот случай, если у нас математическая какая-то векторина, и там десятые, сотые баллы имеют значение, мы можем сюда вписать эту самую погрешность. Ну и все, и сохраняем. То же самое, примерно такой же конструктор, вот текста. Только в качестве ответа будет уже текст. Все то же самое, только в правильном ответе вписываем текст или слово, ну, в зависимости от того, что мы хотим узнать от пользователя. И обязательно выставляем, конечно, количество баллов, потому что сервис будет автоматически все это подсчитывать. И сохраняем. Дальше. Ответ в свободной форме. Это тоже открытый вопрос, но он такой, я бы сказала, более развернутый. От пользователя нужно написать какое-то эссе небольшое, развернутый ответ на вопрос. Здесь нет правильных ответов. Здесь просто пишется вопрос, и указывается максимальное количество символов. Ограничить участников можно, сколько символов им в своем ответе можно использовать. Ну и дополнительно добавить картинку для красоты. И сохранить. Давайте посмотрим такие более сложные версии «Установить последовательность». Я вам сразу ссылочку кину на такие задания. Варианты ответов даются, и нужно эти варианты мышкой выстроить в нужном порядке. Ну вот примерчик я вам отправила. Это тест по русской музыкальной литературе. Там, внутри этого теста, вы увидите как раз вопросы с последовательностью. А я вам расскажу, как это делается. Итак. Вписываем вариант вопросов. Вписываем сам вопрос и варианты ответов. Дальше. Напротив каждого ответа выставляем его номер в нашей последовательности. То есть у нас есть последовательность из трех элементов, то, допустим, первый вопрос будет вторым по счету. Выставляем двоечку. Второй будет, допустим, третий. А третий будет первый. И вот так, напротив каждого ответа, мы выставляем нужную циферку. И обязательно в настройках нам нужно задать опцию «Перемешать», чтобы сервис у нас перемешал все ответы. Иначе, если мы все правильно впишем, там первый, второй, третий, по порядку как надо, ничего не перемешается, и смысл задания утратится. Поэтому эту опцию обязательно не пропускаем. Ну, а далее сервис будет показывать, а участники будут напротив каждого ответа выставлять его число, меняя их последовательность, выстраивая правильную. Опять-таки, здесь можно давать баллы и за правильные ответы, и снимать за неправильные ответы. Тоже для ужесточения условий. Установление соответствий. Здесь уже конструктор, как вы видите, более такой сложный. Ну, по сути, это игра «Найди пару». Наверняка видели и слышали. Здесь она просто немножко иначе выглядит. Смысл в чем? У нас есть два списка, и нам нужно соединить по одному элементу из каждого списка. Первый список, который слева, это основной. Вписываем все элементы, во-первых, а потом в первом списке выбираем номер элемента из списка номер 2. Вот, допустим. Первый ответ соответствует второму. Здесь у нас второй ответ соответствует первому. И так делаем. По всем элементам сохраняем и получаем готовое задание. Опять-таки, мы можем задать в настройках перемешивание, чтобы у нас каждый раз выпадал новый вариант задания. Заполнение пропусков. Здесь это двухвидовое задание. Есть заполнение полей, когда нам нужно просто вписать слово пропущенное, и заполнение пропуска из списка. Когда у нас несколько вариантов предложено, и нам нужно для заполнения выбрать какой-нибудь вариант. Но первый посложнее, когда участник должен это правильно вписать. Здесь внизу есть инструкция. Если вы забудете, как здесь действовать, то здесь все внизу прописано. Вписываем текст, в котором нужно вставить пропуск. Только вместо слова вставляем такое сочетание, как txt. Вот здесь оно написано. Это сочетание в фигурных скобочках. Вы можете из инструкции его просто скопировать и вставить в нужное место. А вот здесь, где написан правильный ответ, вставляем это слово, вписываем слово, которое должно появиться на месте txt. Ставим количество баллов и сохраняем это все. Вот. Теперь, когда будет сам вопрос, в этом пропуске у нас будет пустое место. И туда можно будет вставить подходящее по смыслу слово. То же самое пропуски из списка. Тоже такая же штучка тексты вставляется в нужное место. Только теперь на выбор участнику будет предложено что-то выбрать из списка. Список может быть из любого количества элементов. Два, три, больше может быть. И участнику здесь попроще. Здесь нужно просто выбрать правильный или неправильный вариант, какой ему покажется верным. Опять-таки мы начисляем баллы и за правильные ответы, и можем снимать за неправильные. Интерактивный диктант. Это задание для учителей, наверное, русского языка или английского языка, иностранных языков. Позволяет вписывать текст. Внутри этого текста отмечать пропуски. Ну, а в качестве пропусков мы можем вставлять буквы, запятые, может быть, какую-то форму глагола, если у нас, допустим, это английский язык. Мы вписываем сам вопрос. Ну, а дальше на месте, где нужно что-то вставить, мы вставляем всю нашу знакомую и значок текст. А дальше по каждому слову формируем список. Допустим, у нас там нужно вставить букву А. И мы на выбор предлагаем АО. И выставляем, какое правильное, какое неправильное. Дальше. В следующем слове нам нужно, например, поставить запятую. Мы в списке формируем запятую, вторым будет элементом, например, тире, а третье вообще ничего не надо ставить. Но опять-таки мы выставляем правильные баллы. И так весь интерактивный диктант. Это, конечно, понадобится время, чтобы так каждую запятую прописать и каждую букву. Ну, интересно получается. На выходе такое целое интересное задание по русскому языку получится. Последовательное исключение. Сразу непонятство, что это такое. Вот ни в одном сервисе я не видела таких интересных заданий. Это та же самая штука, как вот мы устанавливали последовательность, только теперь это немножко по-другому работает. Если в установке последовательности мы просто мышкой двигали там элементы в нужном порядке, их выстраивали, то теперь участнику нужно не двигать, а щелкать по вариантам ответов, чтобы они исчезали в определенном порядке от большего к меньшему по хронологии событий, в общем-то. Вот. Опять-таки вписываем в сам вопрос варианты ответов, выстраиваем, в каком порядке они должны быть. Если мы их написали в правильном порядке, то обязательно подключаемся, чтобы все перемешалось, назначаем за правильные и за неправильные ответы баллы и сохраняем. Вот. Такое интересное задание с исключением. Ну, уже дошли мы до частных таких заданий, которые редко можно встретить, ну, например, вот слайдер. Что это такое? Это на шкале нужно отметить определенное значение. Например, укажи длину реки. Вписываем мы такой вопрос, дальше шкалу рисуем, ну, условно говоря, рисуем от нуля до, допустим, десяти километров. Да? Вот оно, максимальное значение. А в правильный вариант ответа вписываем то самое наименование. Допустим, река у нас длиной семь километров, сюда мы вписываем семерку и назначаем баллы. Участник увидит такую шкалу, на которой таким ползунком нужно будет отметить вот это число семь, например. И вот так, таким образом, поработать с вопросом. К сожалению, не нашла я примерчиков вот на такое вот. Сама я не успела сконструировать такие варианты, но можно попробовать. Это интересно. Загрузка файла. Это тоже интересная вещь, когда в качестве ответа участник будет подгружать файл. Здесь уже автоматической проверки не будет, вы не можете здесь назначить какое-то количество баллов, можете прописать просто максимально, сколько за это задание участник может получить. Например, 10 баллов. А сам файл участник прикрепит к вам. Это может быть картинка, это может быть PDF-файл, это может быть текстовый документ. максимальный размер 12 мегабайт. Он у вас окажется в личном кабинете и вы сможете его проверить. Вот такая вот проверка домашнего задания по сути. Ну и далее опять-таки в личном кабинете вы можете выставить количество баллов каждому участнику соответственно за его работу. И да, ручная проверка. Все верно, я так и сказала. Это ручная проверка, поэтому здесь все придется делать самостоятельно учителю. Дальше. Голосовой ответ. Это примерно такая же история, как в предыдущей версии, только теперь участник не файл грузит, а записывает голосом ответ на ваш вопрос. Хорошая штука для иностранных языков, например. Расскажи там о своих каникулах, я не знаю, еще о своих каких-то вещах других. Опять-таки выставляя максимальное количество баллов, участник наговаривает текст, вы его потом прослушиваете и выставляете определенное количество баллов. Дальше. Осталось у нас совсем немножко. Информационный текст. Это даже не вопрос, хотя он здесь в списке вопросов, это просто какой-то текстовый фрагмент, который подсказывает что-то, помогает участникам, какая-то дополнительная справочная информация по теме. Вместо вопроса он появляется, его просто читают пользователи и двигаются дальше. То есть какая-то вспомогательная информация. Просто текст вписываем, внутрь можно добавить всякие специальные значки, таблички, форматировать текст тоже можно. Ну и осталось у нас разные логические игры с буквами и со словами. Давайте еще одну ссылочку добавим в чат вопрос, который называется слова из букв. Здесь все продельно просто. Вписываем задание, что нужно сделать, ну и дальше слово, которое нужно будет составить. Сервис все перемешает и участник должен будет составлять из этих букв нужное слово. Опять-таки за правильный ответ назначаем баллы и за неправильный тоже можно назначить, если что. та же самая история с заданием фразы из слов. Давайте я вам такую викторину дам интересную про волку. Там очень много пословиц, которые нужно составлять из слов. Очень интересно. Попробуйте, если получится. Итак, та же самая история. Нам нужно слово. Они добавляются в том порядке, в котором они будут в итоге. То есть по порядку. первое слово. Допустим, у нас пословица «смелость города берет». Вписываем слово «смелость», нажимаем «добавить». Опять вписываем «города добавить», «берет», «добавить». И у нас будут три отдельных слова. Сервис их перемешает, а потом участнику из них придется составлять слова. Естественно, это не очень хороший пример, потому что там всего три слова очень просто. Поэтому можно выбрать что-нибудь посложнее для задания. Ну и предложить его, конечно же, участникам. Осталось у нас еще задание «поиск в тексте». Я не придумала особенно, как его можно использовать, но я надеюсь, вы придумаете. Итак, в чем суть? Дается какой-то текст и дается задание. В этом тексте найти какую-нибудь букву, слово или фразу. Выбираем, что именно нужно искать и в открывшееся поле вписываем какое слово или какую фразу или какую букву надо искать в этом тексте. Такое вот задание на внимательность, наверное. Назначаем за правильные или неправильные ответы количество баллов и сохраняем это все. И, наконец, самое последнее. Мы здесь видим кнопочку «Скопировать из другого теста». Если у вас внутри сервиса создано уже много разных заданий, то вы можете всегда скопировать из другого теста вопросы внутрь своего нового теста. И чтобы не создавать каждый раз его вручную. Это с вопросами. Теперь давайте очень быстренько посмотрим, что на выходе у нас получится. Здесь есть еще интересные опции. Общий текст вопросов. Например, мы работаем с текстом по русскому языку, и к этому тексту у вас придумано несколько вопросов. Чтобы каждый раз этот текст не дублировать в каждом вопросе, вы можете выбрать опцию общий текст вопросов, выбрать каким вопросом вы этот текст хотите добавить. Допустим, первые три вопроса будут по тексту. Сюда вписать этот текст, и он теперь будет отображаться перед каждым из этих вопросов. Вместо текста может быть картинка, изображение, карта, все, что вы посчитаете необходимым. И еще есть опция группы вопросов. Если вы хотите логические какие-то такие группы вопросов собрать, допустим, у вас первая тема такая-то, то это можно сделать, сгруппировать вопросы по тематике, например. Первая группа вопросов по фауне, вторая по флоре, третья по экологии и так далее. Отдельная группа вопросов будет на отдельной страничке, так будет удобнее. Дальше кнопочки результат. Здесь мы можем выставить необходимые опции, что показывать участнику, когда он закончит наш тест, нужно ли ему выставлять оценку, нужно ли ему показывать результат, процент правильных ответов. Дальше. На выходе участник будет получать сертификат. Вот в этом разделе можно посмотреть, как он будет выглядеть. если вы форму обратной связи подключили, то он будет прямо именной, там будет написана фамилия и имя участника. Дальше. В разделе приглашения вы можете пригласить участников поработать с этим тестом, разослать им по электронной почте письма приглашения. Это уже дополнительные опции. Вот замечательный раздел со статистикой. Как видите, здесь множество разных вкладочек. Можно посмотреть статистику общую, по отдельным вопросам, по ответам, по результатам, посмотреть таблицу и скачать ее к себе на компьютер в формате Excel. Все, что для ручной проверки, будет находиться во вкладке ручная проверка. Там все файлы будут храниться для просмотра. Ну и последняя кнопочка называется стилизация. Она очень простенькая. Здесь мы можем выбрать шрифт, размер текста, цвет текста, рамочки и фона. Для красоты немножко облагородить наш тест. По умолчанию все будет черно-белое, но если хотим раскрасить, здесь это можно сделать. И вот когда мы все это прошли, отметили все, что нам нужно, возвращаемся назад во вкладку дашборд, открываем тест, если хотим публикуем его в сети интернет и если хотим создаем виджет для встраивания на сайт и в блоге. После этого наш тест готов и мы можем им совершенно спокойно делиться. Вот такая история с тестами. что касается опросов. Опросы все примерно очень похожи, поэтому я здесь уже так подробно не буду останавливаться, тем более это не такой массовый продукт интерактивный, но тем не менее. Здесь есть обычная голосовалка с выбором из списка и есть с разными типами вопросов. Если мы откроем этот разный тип вопросов, то увидим, что здесь очень много общего есть с предыдущими заданиями. Например, есть одиночный выбор, множественный выбор, вот текста, свободная форма, загрузка файла есть, слайдер есть. Здесь появились новые матрицы разные. Давайте посмотрим, что это такое. Матрица это такая таблица, в которой в каждой строчке нужно отмечать один или несколько вариантов. Если это одиночная матрица, то значит нужно в каждой строке выделять один вариант. А если множественный выбор, то можно выбрать и несколько правильных ответов. Вам эту матрицу нужно будет просто создать. Это будет табличка из столбиков и строчек. Здесь не очень удобно, конечно, как-то это не похоже на таблицу, но тем не менее можно сориентироваться и попробовать. Я вопрос увидела, сейчас отвечу по поводу виджетов. Там с виджетами особая история, сейчас расскажу. Ранжирование. Это когда нужно выстроить последовательность от меньшего к большему, например. На первое место поставить то, что не хочется, на последнее то, что очень хочется, или наоборот. Тут в задании пропишем, как именно мы хотим, чтобы участники выстраивали. Опять-таки вписываем элементы, а участники их мышкой будут в нужном порядке выстраивать. Как видим, в вопросах нет правильных неправильных ответов, это просто для сбора информации, для проведения анкетирования какого-то разных научных исследований можно использовать и так далее. Давайте я вам ссылочки отправлю разных опросов, посмотрите, как это все работает. Вот, пожалуйста, ссылки. Далее. Что еще? Опять-таки матрица выпадающего списка. Ну, это все те же матрицы, все те же таблички, в которых нужно что-то отмечать, только я теперь буду в виде выпадающего списка. И вам нужно просто эти элементы придумать и сюда вписать. Ну, это немножко, на мой взгляд, конечно, сложновато, это как-то для очень сложных опросов. Стандартно, конечно, используют просто одиночные множественные выборы. Что касается кроссвордов. Кроссвордов здесь 6 штук. Давайте я на вопрос отвечу, куда этот виджет вставлять. Виджет вставляется в сайты и в блоги. Это HTML-разметка. Вы получаете такой некий набор символов. Открываете свой сайт или блог, разделы как раз с этой HTML-разметкой и в нужное место на страницу сайта и блога его вставляете. Ну, кто блоги ведет, кто сайты ведет, тот, я думаю, меня понимает, куда он вставляется. И он, и сразу это задание будет отображаться прямо на вашем сайте. И проходить его тоже можно на вашем сайте. То есть, никуда с этого не уходить. Для ВК это история другая. ВК виджеты не поддерживает. Это не сайт, не блог, это просто социальная сеть. ВК поддерживает только ссылки. Поэтому, если вам нужно опубликовать вашу викторину ВКонтакте, то вам виджет вообще не нужен. Вы его можете даже не создавать. Просто берете ссылку и публикуете ВКонтакте. Дополнительно можете к этой ссылке добавить картинку, например, какую-нибудь красивую. А вообще, по идее, эта картинка должна считаться, когда вашу ссылку ВК распознает, и вот обложка вашей викторины будет отображаться. Ну, в идеальном варианте. ВК по-разному эти ссылки воспринимает. Иногда обложку может потерять. Тогда просто ее добавить и все. А когда ВК будут пользоваться ваши викторины, они будут нажимать на ссылку, переходить на сайт онлайн-тестпэд и уже на сайте проходить. Вот. Вот я, надеюсь, объяснила, в чем разница. Давайте к кроссвордам тогда вернемся. К кроссвордам здесь шесть штук. Есть классические, есть скандинавские, японские, венгерские, он же филворд, и судоку. Шесть вариантов. Я все шесть обозревать не буду, тем более, это не очень интересно, на мой взгляд. Посмотрим три варианта. Классические, сканворд и филворд, которые чаще всего используются. Давайте смотреть. Здесь тоже есть вот все знакомые поля. Как видите, здесь очень все знакомое. Повторяться не буду. во-первых, нам нужно поле для нашего кроссворда. Здесь выбираем максимальное или минимальное количество уже установлено. Вот это классический у нас кроссворд. Мы здесь просто выбираем нужную цифру. Здесь внизу есть подсказка, сколько можно максимально клеточек выбрать. Для чего это нужно? Это поле, в которое сервис будет вставлять наши слова. Здесь два варианта создания кроссворда. Можно автоматически его сгенерировать. Это попроще. И можно вручную его рисовать, вот как мы когда-то рисовали в школе кроссворды, на листочке в клеточку вручную. Вот здесь точно так же можно его создать. Но для начала нам нужно поле. Если мы промахнулись немножко, там можно дополнительные клеточки добавить, если что. или удалить. Сохраняем и переходим в следующий раздел слова. Ну вот, наше поле сразу сгенерировалось. Вот эти значочки красные удаляют строчки, синие прибавляют. Нажимаем на кнопку генерация кроссворда и теперь можно его генерировать. Давайте я вам ссылки сразу отправлю на кроссворды. Посмотрите, как они выглядят. А я пока расскажу, как их создать. Это простой вариант. Нам нужен просто список слов. Можно и вручную написать, можно скопировать откуда-нибудь. Каждое слово с новой строки. И дальше нажимаем на кнопку сгенерировать. Сервис сгенерировал. Если у нас поле маленькое, а слов очень много, вот здесь внизу сервис может написать, что использовано. В данном случае у меня поместились все слова, 5 штук. Но если у нас слов допустим все не влезут. И сервис напишет, что использование на слов допустим только 60%. Что с этим делать? Ну стираем здесь какие-то лишние слова наверное и пробуем еще раз сгенерировать. Пока не получим максимально нас удовлетворяющий результат. Дальше. Осталось придумать определение каждому слову. Для этого нажимаем на кнопку заполнить. Вот все слова по горизонтали и по вертикали. щелкаем по слову вписываем его определение и сохраняем. Таким образом у нас получается кроссворд. Это простой вариант создания. Посложнее вручную как я уже сказала вот сетка мышкой выделяем нужные буковки вот 4 буквы я выделила нажимаю на кнопку создать слово вписываю слово вот сюда я его вписала этот мой суффикс вопрос дописала тут же и добавила его вот здесь придется все делать вручную то есть самим придумывать как эти слова будут пересекаться как это все будет выглядеть вот немножко посложнее будет в этом случае дальше еще сюда можно загрузить картинки как ни странно если у нас здесь много пустого места то мы можем добавить картинку вот я выделила 6 клеточек и хочу сюда картинку загрузить по теме допустим с русским языком связанную нажимаю на кнопку загрузить и вот таким образом сюда будет добавлено изображение в эти 6 клеточек вот это что касается классического кроссворда что касается скандинавского там тоже все придется делать вручную здесь нет опции сгенерировать там есть просто опция создать слово сканворд ну я думаю что не нужно объяснять как он выглядит если хотите посмотреть ссылочки в чате заполняем всю сетку задание будет где-то сбоку находиться то есть здесь нам придется все вручную придумывать и размещать как это делается опять клеточки выделяем вписываем слово с определением а дальше нам нужно установить позицию вопроса если мы нажмем на эту кнопку сервис нам подскажет куда можно приделать вопрос сюда 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 он выделит нам штук 3-4 клеточек нам нужно просто щелкнуть по нужной клеточке и вопрос будет в нужной клетке в качестве задания может быть не только вопрос может быть картинка ну сканворда я думаю все видели решали поэтому можно еще картинку в клеточку добавить вот каждое слово из кроссворда можно удалять через замечательную красную кнопку или менять на другое слово нажимаем на кнопку сбросить и тогда можно будет вписать что-то другое сюда и таким образом выстраиваем опять-таки вручную все венгерский кроссворд он же филворд ну если помните там нужно набор каких-то букв все клетки заполнены и наша задача внутри этого набора букв искать какие-то слова тоже это все делается вручную каждая клеточка заполняется вручную чтобы получить слово выделяем клетки причем здесь они могут вот так выглядеть ломаным образом заполняем каждую клетку выделенную через кнопку создать слово вписываем сюда слово остальные клеточки точно так же мы можем или слово вписать или просто какие-то рандомные буквы сюда вставить чтобы получился сканворд давайте отправлю ой не сканворд конечно же филворд давайте еще несколько ссылочек пошлю на филворда что я хочу сказать для сравнения тот же самый удоба тоже умеет делать кроссворды правда у него не 6 типов кроссворда у него только филворд есть и есть классический кроссворд мне у удоба нравится больше потому что он во первых выглядит посимпатичнее ну как мне кажется но самое главное не то то что не надо там вручную ничего делать тот же филворд там можно создать буквально за 3 минуты то есть просто список слов а сервис их сам раскидает за вас вот в этом смысле онлайн тестпед такой немножко по старинке действует здесь все вручную приходится делать кому-то это может не понравиться ну что есть то есть еще одно задание о котором хотелось рассказать надеюсь ну сегодня немножко переберу со временем так уж получается осталось у нас немного рассказать про диалоговые тренажеры тем более я о них уже когда-то рассказывала был вебинар посвященный как раз диалоговым тренажерам буквально пару месяцев назад я его проводила на портале Директ Академии вы можете на ютубе можете найти этот вебинар если вам эта тема интересна а я вам просто напомню что диалоговый тренажер это такое интерактивное упражнение которое имитирует беседу то есть появляется какой-то персонаж который задает вам вопросы вы на них отвечаете и в зависимости от того как вы ответили беседа может поменять свой характер то есть какой-то сценарий другой появляется то есть вы выходите на другую сценку и вам там новый вопрос задают и тому подобное такой разветвленный сценарий получается такие диалоговые тренажеры они напоминают конечно векторину их можно использовать и для отработки каких-то знаний проверять знания можно для логического мышления использовать просто какие-то ситуации проигрывать с пользователями и как они себя поведут в той или иной ситуации но в основном на сайте здесь на онлайн тестпэд мы можем найти такие образовательные диалоговые тренажеры которые проверяют знания то есть та же викторина но немножко в другой обложке вот как всегда ссылочек тут три штучки у меня про транспорт про русский язык у нас и про географию выбирайте какая ссылка вам больше нравится смотрите а я буду рассказывать диалоговые тренажеры строятся немножко иначе хотя конструктор здесь похожий во-первых настраиваемся ну дашборд я пропустила там все то же самое настройки здесь похожие да показывать что именно мы хотим показывать количество баллов разрешаем комментарии и тому подобное настройки здесь похожи на тесты на стандартные а вот в оформлении история немножко другая нам предлагают выбрать фон для диалога то есть на котором будет развиваться наш диалог и персонажа которого выбираем из сервиса или загружаем с компьютера ну а все остальные у нас опции остаются все те же уже рассказывать второй раз не буду про них ограничения здесь тоже присутствуют можно по коду можно по IP ограничивать и по времени тоже далее начальная страница похожа на предыдущие на тесты описание здесь описание обязательно наверное нужно потому что не все пользователи сразу понимают в чем суть истории поэтому здесь надо наверное либо описание добавить либо инструкцию что нужно от пользователя в этом диалоговом тренажере ну а дальше мы приступаем собственно говоря к оформлению всего этого вот так раздел выглядит который называется сцены сцены тут три вида текстовая ответы и достижения ну текстовая это какая-то определенная текстовая информация то есть от пользователя ничего не хотите а просто даете ему какую-то информацию справочную дальше ответы а это уже будет реплики то есть персонаж которого мы уже выбрали будет задавать вопросы и даются варианты ответа а пользователь должен выбрать какой-то вариант достижения это сцена последняя то есть участник уже завершил работу с векториной и ему на выходе выдается его результат вот нам нужно выбрать нужную сценку шелкнув по ней ну и дальше открываем редактор и заполняем в этом редакторе ну например сцена 1 это у нас текст просто сюда вписываем фразу нажимаем сохранить придумываем ей название название важно потому что я сейчас покажу зачем нужно название чтобы не запутаться в сценах это если у нас будет очень много вот поэтому по названию нужно ориентироваться поэтому поля заполняем название и какой-то текст вставляем сюда сцена с вопросами напоминает нам тесты сейчас отвечу на вопрос увидела напоминает тесты здесь у нас вопрос здесь вариант ответов и количество баллов тоже сохраняем это следующая наша сцена на выходе мы получаем в итоге вот такую вот структуру это у нас сценка с вопросами я ее назвала сцена 1 чтобы не заплутать дальше если участник ответил толстой это правильный ответ у меня идет сценка 2 в которой будет какая-то текстовая информация и переход к следующей сценке со следующим вопросом если участник ответил неверно выбрал достоевский или толстой он переходит к сценке неправильный ответ здесь тоже будет какая-то текстовая информация ну например ты ответил неправильно, там, поищи информацию там-то и там-то. И переход, опять-таки, можно к этой же сцене, ко второму вопросу, а можно вообще разъяснить в другую сторону и придумать какой-то другой вопрос для этого участника. Вот. И таким образом, вот, мы выстраиваем эту сцену. Между ними устанавливаем связи, просто мышкой щелкая, мы связываем эти сценки между собой. Получается вот такой разветвленный сценарий. Чтобы добавить новую сцену, нажимаем на кнопку «Создать новую сцену». Опять выбираем, будет это текст, будет это вопрос. Заполняем. Опять-таки, соединяем их между собой и продолжаем в том же духе, пока у нас не закончится все это последней сценой, которая называется «Достижение». Вот. Связываются сценки, как я уже сказала, мышкой. Вот здесь мы видим стрелочки возле каждой сценки. И вот щелкаем по этим стрелочкам, и эти линии появляются у нас. Вот такая интересность. Ну, когда у нас все это связано между собой, все это должно, по идее, работать, мы получаем ссылочку. Можем по этой ссылке сразу перейти, посмотреть, как этот тренажер работает, даже не открывая, а просто сразу проиграть для себя, все ли там хорошо, все ли как связано, как надо. И после этого мы можем уже и публиковаться, и открывать ссылку, и тому подобное. Вопрос был, можно ли несколько сцен с одним персонажем, а несколько сцен с другими персонажами. К сожалению, нельзя. Тут на настройках устанавливается только один персонаж, только одна сценка, к сожалению. Вот. Поэтому они все будут одинаковые. А так, это хорошая опция, было бы неплохо, если бы ее реализовали. Но будем надеяться, сервис на самом деле развивается, здесь появляется много интересного, нового. Вот. Поэтому будем следить. Может быть, со временем эта опция и появится. Диалоговые тренажеры здесь, кстати, появились не так давно. Это новенькое у сервиса. Интересный вариант создания заданий, но немножко трудозатратно, если кто-то это делал, то, наверное, согласится со мной. И осталось буквально несколько слов рассказать о комплексных заданиях. Что такое комплексное задание? Это задание, которое состоит сразу из нескольких тестов, из нескольких кроссвордов, из нескольких викторин, которые по порядку следуют одно за другим. Я не нашла примеров, поэтому сделала сама, как смогла. Вот примерчик. К сожалению, здесь, когда мы открываем это задание, мы не увидим, сколько вообще в нем тестов. То есть, они будут по порядку. Здесь на самом деле два. Первый из пяти вопросов, а второе задание это кроссворд. В качестве задания можно выбирать тест, кроссворд, которые у вас в личном кабинете находятся. То есть, их заранее нужно создать, а потом придумать комплексное задание и внутрь этого задания вставить тесты кроссворда. Звуковые реплики можно ли вставлять в тренажер? Нет, я такой оптики не нашла, звуковые нет, там только тексты. Вот. Сразу же вопрос возникает, а можно ли использовать чужие тесты? Ну, допустим, вы увидели отличный тест и хотите его в свое комплексное задание использовать. Можно ли это сделать? Да, теперь можно. Недавно под каждым тестом появилась вот такая вот кнопочка копировать тест. Вы можете копировать его к себе в личный кабинет. Если этот тест для всеобщего доступа и вы его нашли на сайте и открыли, и все хорошо с ним, вы можете его копировать к себе в личный кабинет и вы можете его редактировать, удалять вопросы, добавлять свои новые и использовать в своих комплексных заданиях. Вот. Для быстроты. Я сразу говорю, да, авторское право возможно здесь будет нарушаться, но, наверное, это соответствует лицензионному соглашению, что я могу сказать. Если вы опубликовали свою работу, будьте готовы к тому, что ее можно будет копировать и использовать. Дальше. Вот у нас комплексное задание. Здесь мы выбираем, вот допустим, я выбрала векторину первым этапом. Я могу выставить количество попыток, сколько можно раз на нее отвечать. Вот. Либо неограниченное количество, либо там от одной до пяти. Вот. Нажимаю на кнопку добавить элемент и следующим элементом я добавила кроссворд. Все делается из личного кабинета. То есть открывается ваш личный кабинет, вы выбираете там нужную работу и она сюда прикрепляется. Ну, вот так вот получается. Оно не сильно красивое, в итоге выходит это задание комплексное, но можно использовать как, допустим, какие-то практические задания, тестирование такое многоступенчатое из нескольких частей состоящее. Или вы хотите провести итоговую, какую-то комплексную работу, контрольную, которая по разным темам. Вот в этом случае такой вариант подходит. И, наконец, здесь есть такая опция как интерактивный урок. Ну, он же рабочий лист по-разному называют. Здесь он называется урок просто. Урок состоит из нескольких элементов. Можно добавить учебный материал. Это просто какой-то текстовый материал, картинки, видео, ну, в общем, теория. И задания. Это тесты. Кроссворды, к сожалению, вставить почему-то нельзя. А вот тесты вставляются. Как правило, как здесь все организовывают учителя, как я посмотрела, ну, вот ссылочки вам даю. Что они делают? Сначала дают теорию. Там несколько страничек теории, может быть. И в конце последняя страничка с тестом. Вот. Я вам тут про Муму приготовила ссылочку, про Золотое кольцо России и про Бурова Мишку. Выбирайте, посмотрите. Можно щелкать. Вот вверху вот такие значочки. У меня здесь только один элемент, а там может быть несколько. Можно для быстроты просто пощелкать по страничкам, посмотреть. Интерактивный урок выглядит намного симпатичнее, чем комплексное задание. Вот. И возможностей больше. С точки зрения, какая теория сюда добавляется. Вот списочек. У вас получается белое поле, на которое мы добавляем заголовки, тексты, картинки, PDF-файлы с компьютера подгружаем, YouTube или YouTube-видео по ссылке, аудиофайл с компьютера, просто обычную гиперссылку можно вставить. И еще вы можете добавить файл для скачивания. Это тот же документ, но который участники могут скачать к себе на компьютер. Да, какая-то инструкция, например, там, как писать сочинение, какая-то такая важная штука, которую необходимо себе получить, вы можете ее вот здесь использовать. Количество блоков не ограничено. То есть, вот вы придумываете название этого этапа, вписываете и вставляете все, что нужно и переходите к следующему этапу. На следующем этапе вы можете второй блок теории предложить, третий, в общем, тут на ваше усмотрение, сколько хотите, можно страницы сделать. Ну, и в одну из страниц вы можете вставить тест для проверки усвоенного материала. Опять-таки, тест берется из личного кабинета. Если вы до этого какие-то тесты использовали чужие, сохранили у себя в личном кабинете, их тоже можно использовать здесь. Сохраняем, получаем ссылку, получаем код, если нужно, и, в общем, все готово. Ну, вот, пожалуйста, у меня здесь теория и два теста, допустим. Они вот такими значками обозначаются. На выходе участник получает сумму своих баллов, сколько он набрал за тесты, вы можете прописать там оценки дополнительно. И вот, пожалуйста, окошечко, где прописываются оценки. Вот. Здесь уже сервис все сосчитал. Да, если отвечено от 80 до 100%, то это 5 и так далее. Но вы можете эту сумму изменить. Тут есть кнопочка и можно поменять все. И плюс вы можете вот в разделе ваша оценка написать комментарии, какие были критерии оценки, что учитывалось и тому подобные вещи. Так что здесь очень даже неплохие настройки для этого присутствуют. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать про онлайн-тестпэд. В заключении, какие можно использовать материалы, если вы захотите более подробно погрузиться в этот сервис. Прежде всего, я бы посоветовала зайти в справку. Она внизу находится, и вот ссылочка на нее. Там очень подробно по каждому элементу все очень рассказано со скриншотами, с примерами. Так что вот прежде всего можно посмотреть справку. А так вот еще есть парочка статей о том, как создавать комплексные задания и онлайн-уроки, если вам это интересная история. Ну, и плюс уже самостоятельно на Ютубе вы можете найти огромное количество видеороликов разных обучающих по этому сервису. Так что здесь проблем с обучалками не будет. Как отключать рекламу в тесте? Два варианта развития событий. Вы можете, если у вас есть свой сайт или блог, просто сделать виджет, и этот виджет вставлять, чтобы участники на вашем сайте работали. Но если у вас нет сайта и блога, то я вам советую подключить, ну, по крайней мере, себе блокировщик рекламы. Ссылку я продублировала. Это блок называется. Этот блокировщик, может быть, еще какие-то есть, не знаю. Но вот я его использую, он у меня 100% все отключает. У меня просто, когда я сервис открываю, у меня везде белые поля вместо рекламы. Это замечательно. Это хороший сервис, он блокирует рекламу в Ютубе, еще много где блокируют, так что очень помогает мне в работе. Вот. Я вам советую и тем, кто создает, и если вы ученикам будете советовать тесты, то в придачу к тестам говорить им, как отключается реклама. Это расширение для браузера. Оно устанавливается один раз, подключается, и оно будет блокировать все рекламные сообщения на всех страницах, куда вы будете заходить. Вот. Такая вот дополнительная информация. Я не знаю сразу насчет мобильных устройств, работает ли на мобильниках, на компьютере работает, и все хорошо. Вот. Как всегда, где можно найти меня, я тоже планирую приложить свою руку к этому сервису. Я его только сейчас начала осваивать, его поделилась своими соображениями на этот счет. У меня будет серия статей в блоге «Розовый трех север». Я выйду в отпуск и займусь этим делом. Напишу по итогам нашего сегодняшнего вебинара текстовую обучалку со скриншотами, с подробными объяснениями. Вот. Правда, не так скоро, как хотелось бы, но летом ждите. Дополнительно приглашаю, как всегда, в группу ВКонтакте, в Телеграме. Если интересно, то заходите. А следующий вебинар будет у нас не очень скоро, 19 июня. Встретимся уже летом. Будем говорить о работе со звуком, о создании аудиозаписи и вообще о работе аудиостудии. Как записывать, как его редактировать, звук, где его публиковать и как можно использовать в работе. Вот об этих вещах. Осталось совсем немного. Желаю вам хорошего, теплого лета. И до новых встреч. Берегите себя обязательно. Спасибо большое за добрые слова. Я всегда все читаю. Мне всегда очень приятно. Хотелось бы еще про высшую школу поговорить. Но я, к сожалению, работала в средней школе и сейчас работаю в библиотеке. Про высшую школу это, наверное, уже не ко мне. Это уже к другим спикерам, которые будут работать в высшей школе. И они вам уже с прицелом на высшую школу расскажут. Ну, еще раз прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok